Во-первых, хотелось бы поздравить бывших подсудимых с тем, что Европейский суд все-таки вынес справедливое законное решение в отношении их жалоб и достаточно быстро, оперативно отреагировал на эти жалобы. Поздравляю коллег своих. Сколько раз уже по многим уголовным делам говорилось, отпускайте людей под залог, под домашний арест, не держите их в тюрьму. В том числе по болотному делу, когда людей действительно там разных набрали, но студенты, молодые люди, зачем им нужно было их держать вообще в следственном изоляторе? И самого преступления, которое меняет, его не было по сути. То есть это была определенная такая кара государства за то, что люди вышли на митинг, на определенную политическую акцию, с которым не согласились ряд политических деятелей, которые находятся во власти. Собственно, вот и все. Я полагаю, что в Европейском суде все шансы удовлетворить жалобы заявителей в отношении этого приговора есть и достаточно серьезные шансы. Нормы международного права и договора, они являются правовой составляющей. В самой Конституции указано о том, что если норма международного договора, которую подписала Россия, противоречит нормам российского законодательства, внутреннего российского законодательства, то действует норма международного права. Первую часть Конституции невозможно изменить ни решением, ни определением, ни постановлением Конституционного суда, ни чем-то волеизъявлением, не хотением исполнять судебное решение. Поэтому Конституционный суд здесь сказал, что да, действительно, международные нормы не должны противоречить Конституции. Логично. Ну, получается, если международные нормы, которые являются частью правовой системы и нормы, которые непосредственно вытекают из договоров, международных договоров Российской Федерации, противоречат внутренним нормам, то действуют нормы международного права и, соответственно, договорные нормы. Это определено Конституцией. Поэтому здесь я предполагаю, что это будет определенная казуистика и попробуют люди, ну, некоторые юристы и некоторые, я думаю, чиновники, воспользоваться вот этим не очень, скажем так, прямым и однозначным толкованием Конституционного суда. И попытаются что-то, конечно же, обжаловать, попытаться обратиться в Конституционный суд. Ну, я надеюсь, что Конституционный суд все-таки будет не стороне Конституции, а не каких-то политических домыслов и своих каких-то амбиций конкретных лиц.